К сожалению, мы устроены так сейчас в своем примитиве, пока человек в грязь лицом не упадет. Чем больше даешь, тем больше этому человеку кажется, что это так и положено. А учатся через страх мужчины и через боль женщины. То есть ему надо создать последствия, как было и как стало. Сможет различать, мозги включатся. Не сможет, ну вот только что рассказала история. А заставить никого нельзя. Человек может меняться. Вы же сами знаете уже. Может. Но для этого нужна усердие, дисциплина. Еще раз усердие, дисциплина через терник звезды. Почему? Учить, заучивать — это бесполезно. Если интересно, если видится та цель, к чему бы хотелось достичь, интерес включается, как сократить время. И тогда при помощи знаний сокращается и быстро становится второй навык, второе ядро. И начинаются различия. Мы начинаем по ядрам различать. Потому что предложение может звучать заманчиво и красиво. Но если вы не посмотрите, не глянете, кто это и что, такая говорливая птица-то, что, собственно говоря, при своем навыке-то заработала и для себя. Не надо для кого-то, для себя. А если там по-разному, так как не пой толку от этого? То есть человек должен трудиться, неважно, мужчина это или женщина. То есть накачивать, разбираться, обрабатывать информацию — это личная составляющая. Это сознание, это переверты, что, из которого мы вышли, то есть ментал наш. Это та система ценностей, которая обретена нами, бессознательно, но очень устойчивая в семье, в среде обитания. И если эта среда переповторяется, то человек не развивается. Если он идет вопреки через этот непростой сценарий, а последние 20 лет, там 30, они все непростые. Поколение выросших, они или вообще инфантилы, или наоборот прыгают от безысходности, то есть имеют спонтанный сценарий, психи необучаемые. Почему сейчас и происходят эти войны, все столкновения, потому что необучаемых больше, нежели чем обучаемых. А они все равно хотят точно так же, как и те, которые трудятся. Только эти забирают, псих что делает? Он забирает и убегает, вор. А этот забалтывает. Но все равно заберет, но другим путем. Почему мы смотрим на это все? Если человек трудится усерденно, дисциплинированно, ответственен, не ради кого-то, а ради себя. Вот с тем можно что-то делать. Если нет, попадос называется. То есть или приспосабливается, или загоняет в рамки. То есть или страхом работает, или работает обманом. Все. Других вариантов нет. Одну за дверь сидеть. Нежели богато и начинать нечего. Любимое выражение. Почему учитесь слышать, что люди говорят? Оно тебе надо? Да ладно, да это там кто-то виноват. Кто там в чем виноват? Кто тебя знает? Какой там руководитель страны? Я тебя умоляю, где он и где ты? Давай опустимся на землю обетованную и посмотрим, что мы можем сделать. А то чем выше поднимаемся, тем меньше умеем, называется. Кто-то кругом, кроме меня. Это самая опасная позиция. Самая опасная. Пока сам для себя ничего не сделаешь. Все остальное это так. Бравада. У меня еще вопрос. Далее. По поводу ядра. У меня ядро бандита. И я так понимаю, что мне нужно доработать мыслителя и интригам. Сначала слово. То есть самое простое. Когда все, что нужно сделать, нужно учиться проговаривать. То есть позиция, чтобы люди понимали, свои люди понимали, куда идем и что делаем. Значит, должен быть сценарий. Понятный. Сначала для меня, насколько я готова это строить. Потом это нужно научиться проговаривать с людьми, коммуницировать, чтобы прежде всего для себя была речевая, лингвистическая вот эта вот структура поставлена. То есть не будет хаоса в голове. Вторая история — это конфликтная ситуация, когда кто-то не согласен, ни в коем случае нельзя выходить на эмоциональное состояние. И туда-сюда минимум три раза, и еще услышит человека, вдруг он что-нибудь дельное может сказать. То есть при помощи слова уравновешивается эмоция. При помощи сценария идет ограничение своей плоскости, из которой я, принявшая решение, не выйду оттуда, потому что мне там хорошо и комфортно. Но и из пространства я буду слышать людей, с ними разговаривать, то есть договариваться, взаимодействовать. Четвертая батарейка — точка опоры. На основании моего сценария, потому что это моя система, здесь мои правила, я их туда-сюда обкатала, есть порядок. И под этот порядок выбираются люди, то есть договариваемся до. И если в слове, в переговорах, в сделках можно сбить, значит это пустое место. Значит, кого-то назначила авторитетом, то есть пустота, и вот как-то начинают сливаться, это называется еще, да? Сомневаться в себе. Да. Значит, садимся и смотрим, это кто. Проверяется очень просто. Опять берем историю. Если лев без конца попадает в чужие ситуации типа Овна, он разворачивается в прошлое, им руководит авторитет. Если лев идет, начинает слово, слово декларирует сценарий, подтверждается действием, то на уровне стрельца и до победы, это один на один над человеком, и не будет поражения, то есть не придется из прошлого закатываться, сползать в такую же систему, только с разными шторками. Значит, первым, если мы идем в будущее, мы проговариваем. Или когда говорят, да это ничего не получится, это тянут в зону неизвестного, где все то же самое, но до тошноты знакомо. То есть стимул реакции. И лучше сделать, чтобы отстал. Ну, вроде как-то замажу. Мужняя жена, там что-то еще там такое, вроде лучше в найме, нежели чем, да? Но тогда это лежа кто-то авторитет кладет, просто кладет. И заставляет сползать в свой похожий сценарий, где тошно, подванивает, но привычно. То есть в пресловутую зону комфорта, где мертвяк. Но я знаю, что там нужно делать. То есть терпеть или визжать истерикой заниматься, или уйти в себя и сидеть в медитации. Субтитры сделал DimaTorzok